когда мы сейчас запустим все хоккей она после течения минуты после того как мы запускаем она появляется сейчас она уже в трансляциях все трансляция вроде бы запустила сейчас есть теперь смотрю на векторе она должна отобразиться так творческая студия все трансляция идет все вижу то сейчас я могу его в скайпе отправить направляю скайпе трансляция идет 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 в чате покажет еще никого но я вижу что звук идет хорошо полета тогда давайте начнем всех приветствуем сегодня у нас тема гкчп разберем условия причины и следствия этого историческое явление передаю слово алексею гончарова добрый вечер товарищи вот я надеюсь что меня хорошо слышно вот и хорошо видно и вообще что у нас трансляция пошла вот значит замечательно вот мы как бы так сказать-то немножечко совершили прыжок в тематике наших стримов исторических на канале вектор в связи с тем что у нас в этом году юбилейная дата ну такая знаете серии трагических юбилеев которые иногда в нашей жизни случаются вот буквально вчера у нас был трагический такой юбилей 80 лет со дня нападения фашистской германии на советский союз 22 июня 1941 года с начала великой отечественной войны 17 августа 18 августа 19 20 августа у нас будут очередные юбилейные дни связанные с событием которое по сам по сути поставила такую жирную точку на истории советского союза я бы даже сказал не жирную точку а жирную кляксу это событие которое вошло в историю как августовский путь или государственный переворот который организовал государственный комитет по чрезвычайному положению или гкчп событие которое произошло в августе 1991 года и после которого распад союза стал фактически неизбежным и вот об этом мы попытаемся сегодня побеседовать попытаемся каким-то образом разобрать ту ситуацию которая ну как бы сложилась до вот этого процесса с одной стороны а с другой стороны ситуацию которая сложилась после вот этого самого гкчп ну и заодно разберемся с теми версиями о происхождении и о сути вот этого явления которое у нас сегодня существуют в исторической науке правда тут надо заметить что с исторической наукой у нас не очень хорошо но событие относительно недавние 30 лет всего прошло хотя и конечно трагически по большому счету они еще не осмыслены в должной мере они не осмыслены в должной мере именно историческим сообществом поскольку многие материалы в первую очередь материалы документы то есть источники документального характера до сих пор являются не рассекреченными и естественно в научный оборот не введенными с другой стороны у нас есть немалое количество мемуаров которые написали участники тех событий и естественно как это обычно бывает с мемуарными источниками каждый пытается себя представить д'артаньяна во всех остальных но известно кем в этой ситуации и поэтому соотносить между собой вот эти мемуарные свидетельства достаточно сложно и достаточно я бы сказал затратно по времени потому что воспоминаний много практически каждый из участников тех событий какие-то мемуары оставил и все это вот соотносить друг с другом чтобы выстроить какую-то единую картину дело не очень сложно легкое если кому-то хочется с этим вопросом с вопросом перестройки с вопросом собственно августовского путча разобраться как-то поподробнее я бы порекомендовал бы книгу которую написал доктор исторических наук островский которая называется глупость или измена и посвящена как раз вот этому самому перестроечному периоду то есть всему периоду перестройки и естественно что там раздел посвященный гкчп и августовскому путчу августовским событиям 1991 года тоже присутствует и достаточно неплохо проанализирован это пожалуй на сегодняшний день ну единственное такое более или менее серьезное научное и снабженное ссылочным аппаратом издание по тому периоду по самой эпохи перестройки есть еще неплохая книга шубина на тоже доктора исторических наук александра владленовича шубина которая называется парадоксы перестройки вот ее тоже можно найти в сети но там рассматривая с достаточно интересных позиций саму перестройку шубин как известно так вот товарищ такой эколога анархических левых взглядов тем не менее там про гкчп ничего нет шубин заканчивает свое повествование в этой книге несколько более ранними событиями событиями начала 1991 года до августа не дотягивает книгу считая видимо что августовский путч это уже не перестройка а что-то другое ну а что касается мемуаров то их повторюсь много здесь у нас есть и мемуары которые написали победители Борис Николаевич Ельцин его начальник охраны Коржаков есть мемуары которые написали проигравшие скажем генерал армии Варенников Варенников или член ГКЧП и как это сказать там заместитель председателя Совета Безопасности Советского Союза Олег Бакланов вот с ними можно ознакомиться то есть тут есть точки зрения представленные с обеих сторон и они достаточно любопытны вот это вот можно порекомендовать тем кто хочет самостоятельно немножечко ознакомиться с этим материалом вот когда анонс об этом стриме был выложен в группе Вектора то один из комментаторов сказал что вообще надо этот разговор начинать с перестройки вообще и я в ответе на этот комментарий попытался санонсировать что каким-то прошу прощения у меня тут включился неожиданно стрим и полез посторонний звук в общем так или иначе мы наверное начнем свой разговор с такой пунктирной линии которая вообще будет описывать эпоху перестройки если конечно зрители вектора не возражает я есть возражение руководство канала зрителей что-то я не расслышал есть или нет нормально да все хорошо давайте тогда начнем вот с чего мы мы начнем кратенький наш обзор с такого небольшого рекламного анонса я учитель истории и историк по образованию и в один прекрасный момент я понял что надо садиться и писать собственный курс лекций и в результате почти уже трехлетней работы вот этот полный курс лекций российской истории он записан размещен у меня на канале он так и называется алексей гончаров вот и с позволения ильи я бы хотел плейлист по вот этому периоду по эпохе перестройки более подробные развернутые лекции там буквально около десяти лекций которые затрагивают короткий период с 1985 по 1991 год а зрителям канала вектор предложить в качестве дополнительного материала возможно вам будет интересно с этим ознакомиться подробнее я сейчас или отправлю ссылочку на этот плейлист и я надеюсь что в описаниях к этому видео я ее сможет разместить вот так что если кому-то интересно смотрите задавайте вопросы я стараюсь отвечать на все комментарии тем более что канал у меня еще не очень большое количество подписчиков имеет поэтому и комментариев тоже в общем то не очень много вот ну а теперь давайте собственно к событиям вообще у нас говорят о том что перестройка началась с 11 марта 1985 года 10 марта 1985 года умирает Константин Устинович Черненко генеральный секретарь партии КПСС который как многие тогда записные острословы вступил на эту руководящую должность после тяжелой продолжительной болезни не приходя в сознание вот он действительно был очень больным человеком и проработал на посту генерального секретаря ЦК КПСС очень недолго а вот дальше его меняет совершенно любопытная фигура Михаила Михаила Сергеевича Горбачева сразу хочу сказать двум главным героем сегодняшнего нашего стрима Михаил Сергеевичу Горбачеву и Борису Николаевичу Ельцину у меня как говорит замечательный лектор Наталья Николаевна Бармина на канале Стрела ТВ у меня это я их как бы сказать считаю настолько вредными персонажами в нашей истории обоих что Горбачева что Ельцина что вот это вот мое личное отношение оно неизбежно будет прорываться я конечно всегда пытаюсь говорить что хочу оставаться в рамках исторической объективности но что-то мне подсказывает что удержаться неудавцы так вот Михаил Сергеевич Горбачев первый из списка крайне нелюбимых мной персонажей вступает в должность генерального секретаря и сразу же начинает курс на изменения на реформирование общества у нас сегодня есть те кто говорят вообще перестройку замыслил даже не Горбачев перестройку замыслил Андропов еще один генеральный секретарь центрального комитета КПСС который сменил свое время Брежнева но просидел и опять же из-за здоровья очень недолго в этой должности тоже быстро помер если бы усидел подольше если бы здоровье Андропова не подвело скорее всего перестройка началась бы раньше но Горбачев многие историки сейчас сходятся во мнении что это был Андроповский выдвиженец возглавив партию продолжает вот этот курс начинается все с экономики к этому моменту начинают всерьез говорить о том что экономика Советского Союза постепенно приходит в кризисное состояние почитаешь что-нибудь по этому поводу и везде так вот такой красной линией проходит мысль к периоду перестройки наша экономика была в кризисе надо понимать что этот кризис это вот не тот кризис который сейчас когда реально все плохо когда производство падает уровень безработицы растет инфляция растет цены на все растут это не тот кризис кризис в советской экономике в середине восьмидесятых годов проявлялся исключительно в том что снижались темпы ее роста советская экономика будет расти вплоть до 1991 года еще в 1990 году будет отмечен рост советской экономики но темпы этого роста особенно в сельском хозяйстве от пятилетки к пятилетки все замедлялись и замедлялись и вот это вот у наших руководителей вызывало опасения и под флагом того что надо ускорить социально-экономическое развитие Горбачев начинает свои реформы начинает он их с ускорения социально-экономического развития уже потом чуть позже укрепившись во власти убрав тех своих вероятных оппонентов которые могли бы составить ему серьезную оппозицию Горбачев перейдет и к собственно перестройке и к гласности и к демократизации и ко всем вот этим вот неприятным вещам которые тогда воспринимались на ура а сегодня воспринимаются как символ разрушения нашей страны и Михаил Сергеевич начинает очень осторожно но вот эта осторожность она сочетается с тем что он чистит поляну старые члены центрального комитета партии старые члены политбюро Гришин Романов Тихонов чуть позже Алиев меняются на людей из команды Горбачева которых он или его патрон Андропов поднял раньше на высокие посты и фактически вокруг Горбачева складывается команда главную роль в этой команде играют три человека это второй секретарь ЦК партии Егор Кузьмич Легачев это занявший пост премьер-министра председателя Совета Министров СССР Николай Иванович Рычков и серый кардинал этой перестройки человек который руководит в ЦК партии отделом агитации и пропаганды Александр Николаевич Яковлев вот Яковлева можно считать главным архитектором перестройки сегодня у нас есть рассуждение о том что Александр Николаевич Яковлев был человеком завербованным иностранными разведками стопроцентных доказательств этому нет но такие версии высказываются впрочем сам Яковлев в своих мемуарах и статьях которые были написаны уже в демократической России чуть ли не в прекрасной России капиталистического будущего сознавался что еще при Никите Сергеевича Хрущеве когда он начал делать свою большую партийную карьеру он уже думал о том как снести коммунизм да у нас вот это вот фраза Яковлева она очень часто цитируется мы должны ударить Лениным по Сталину затем Плехановым и социал-демократией по Ленину а в случае успеха либеральными ценностями и общечеловеческой идеей по революционализму вообще я немножечко исказил цитату у меня сейчас нет ее прямо перед собой да в самом конце но смысл именно такой шаг за шагом мы будем разрушать коммунистическую идеологию и этот человек возглавляет отдел агитации пропаганды ЦК КПСС и понеслось начинается целая серия экономических реформ которые сначала представляют собой административные компании крайне неудачные непродуманные антиалкогольную компанию озлобившую народ и нанесшую очень серьезный удар по бюджету Советского Союза компания по борьбе с нетрудовыми доходами а затем к 1987 году убедившись что эти компании не дают того эффекта который ожидался переходят гораздо более решительным реформам и цель этих реформ в общем-то одна уничтожение плановой советской экономики и построение рыночной экономики сначала говорили о том что нам хорошо бы вернуться во времена мэпа когда у нас одновременно существовали и рынок и частный капитал и государственное планирование и общественная собственность на средства производства но елки-палки невозможно скрестить ежа сужом ничего хорошего от этого не получится как я люблю говорить своим ученикам скрещивая ежа сужом вы не получите ничего кроме полутора метров колючей проволоки не получается так чтобы одновременно был и рыночек и социалистическая плановая экономика кто-то кого-то обязательно должен победить но все действия Горбачева были направлены на то чтобы именно рыночек победил социалистическую экономику принимается ряд законов которые разрешают кооперативную деятельность тем самым легализуют теневой капитал в нашей теневой экономике возникшей в тот период появляется закон о государственном предприятии которое переводится на хозрасчет и самоокупаемость которым разрешено создавать собственные кооперативы совместное предприятие с иностранными фирмами которым позволяется самостоятельно выходить на внешний рынок Горбачев начиная с 1987 года раскрутив свою экономическую реформу отказывается от монополии внешней торговли что было характерно для советского союза в течение всего его его истории и вот эти вот законы принимаемые шаг за шагом восемьдесят шестом восемьдесят седьмом восемьдесят восьмом годах они приводят исключительно к одному и тому же к тому что рынка становится больше а в экономике становится все хуже это знаете вот ситуация как с тем лосем из анекдота да стоит лось у ручья задумался пьет а его сзади начинают есть волки и стоит лось и думает вот я пью и пью и пью а мне все хуже и хуже у Михаила Сергеевича Горбачева было именно так принимаются новое 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 постановление решения законы все больше рынка все хуже экономика в конце концов девяносто первому году эта экономика окажется в полном крахе когда нам рассказывают про страшный дефицит в советском союзе и приводят фотографии пустых полок магазинов на девяносто процентов что эти фотографии сделаны после 1987 года когда Горбачев уже добился своих экономических результатов любопытные вещи происходят во внешней политике где Михаил Сергеевич заявил что у нас теперь будет новое политическое мышление заявил о том что общечеловеческие ценности важнее чем ценности национальные классовые поэтому поэтому надо отказаться от следования классовым интересам во внешней политике и перейти к политике общечеловеческих ценностей здесь Михаил Сергеевич становится в позу такого ката Леопольда который говорит мышам давайте жить дружно если вы смотрели мультик про ката Леопольда вы знаете что все вот эти попытки уговорить мышей жить дружно заканчиваются провалом следующей серии мыши опять Леопольду начинают ганить но в мультике Леопольд хотя бы регулярно к концу каждой серии этих мышей наказывал а Горбачев никого не наказывал вот эти вот мыши европейское сообщество Соединенные Штаты Америки в первую очередь выставляли все большее и большее требования и Горбачев эти требования один одни за другими шаг за шагом принимал сначала мы идем по пути разоружения причем постоянно подписывая договоры то с президентом Рейганом то с президентом Бушем о разоружении мы берем на себя большие обязательства чем берут Соединенные Штаты потом мы даем согласие на смену политических режимов в Восточной Европе отказываемся от своих соратников по социалистическому лагерю более того разворачивая перестройку в Советском Союзе Михаил Сергеевич Горбачев еще и вдобавок к этому активно давит на тех руководителей социалистических стран Европы которые на эту перестройку не соглашаются говорят что в том что удалось убрать убрать со своих постов Эриха Хонекера руководителя ГДР Тодора Живкова руководителя Болгарии и особенно Николая Чаушеску руководителя Румынии немалую роль сыграли советские спецслужбы которые действовали по указке Горбачева потому что вот эти вот три социалистических лидера перестройку восприняли в штыки ну в результате двоих просто отстранили от власти а третьего расстреляли я имею ввиду Чаушеску вот то есть Горбачев очень спокойно реагирует на бархатные революции в Европе Горбачев выводит войска из Афганистана Горбачев нормализует отношения с Китаем Горбачев хочет со всеми дружить и готов всем уступать в результате мы теряем практически всех своих союзников более того Горбачев желая показаться достаточно таким человеком приятным для западного мира готов даже обсуждать вопросы о выходе из Советского Союза отдельных его частей скажем Прибалтики внутри страны тоже происходят любопытные вещи с 1987 года начинается яростная кампания десталинизации которая упрятана в обертку гласности гласность отменяет цензуру у нас начинают публиковаться те антисоветские произведения которые раньше были запрещены более того поскольку большинство руководителей средств массовой информации назначались из Центрального комитета партии а отделом агитации и пропаганды в Центральном комитете партии руководил ярый перестроечник и уже тогда ярый антисоветчик и антикоммунист Александр Яковлев то естественно на эти посты главных редакторов главных информационных изданий того времени он ставил своих демократически настроенных людей яркий пример этому журнал огонек с его главным редактором коротечем в результате критики которая свалилась на весь советский период вот в эту эпоху гласности у людей наступила полная дезориентация я вот помню себя в тот период мы такое ощущение жили в состоянии когда все вокруг не понимали что происходит и складывалось ощущение что страна в которой мы живем советский союз это действительно империя зла в которой ничего кроме голода и сталинских репрессий не существовало а уж с какой красотой все это подавалось в перестроечной литературе начиная с детей арбата заканчивая архипелагом гулагом солженицыным в перестроечном кинематографе той поры в общем было ощущение что все плохо и социализм это зло люди в это начинали потихонечку верить параллельно у нас начинается мощный рост национализма практически во всех республиках формируются те или иные националистические организации обычно они носили название народный фронт в поддержку перестройки потом в поддержку перестройки отбрасывалось и вот эти организации народные фронты литовский союдиц украинский рух и прочее брали откровенный курс на отделение от советского союза буржуазный национализм в полный рост центральное руководство во главе с товарищем горбачевым особо на это не реагировала реагировать всерьез начало уже в 90-м 91-м году когда все практически республики советского союза объявили о своем суверенитете вот тут вот надо понимать такой любопытный момент да 88-й начинается этот процесс да и до 90-го года к началу 91-го года все республики СССР одна за другой объявляют о своем суверенитете начинается это все с Прибалтики начинается это все с сейчас точно скажу с Эстонии в ноябре 1988-го года в Эстонии была первая декларация суверенитете а потом все остальные нюанс в том что декларация суверенитете объявляла наши внутри республиканские законы выше по юридической силе чем законы общесоюзные естественно следующим шагом после декларации о суверенитете была декларация о независимости и о выходе из СССР еще в марте 1990-го года свою независимость от СССР объявила Литва да а дальше в течение 90-го года Латвия и Эстония объявили о том же самом в начале 91-го года в апреле 91-го года о своей независимости и выходе из Советского Союза объявила Грузия и вот во всех этих ситуациях Горбачев в общем-то серьезных мер не предпринимал и к 1991-му году становилось понятно что страна разваливается и это понимал уже не только наш вот этот вот политический эстеблишмент не только наша политическая элита даже люди начинали понимать что вот-вот все развалится и это никого особенно не пугало вот что самое страшное мозги промытые перестроечной пропагандой националистической буржуазной пропагандой искренне верили в то что вот отделимся станем маленькой гордой независимой республикой и все будет замечательно хватит кормить москву мы будем жить независимо и у нас будет все те блага которые есть при социализме бесплатная медицина качественное бесплатное образование дешевый транспорт дешевые продукты дешевое жилье плюс все прелести капитализма то есть сто пятьсот сортов колбасы сто пятьсот сортов сыра и абсолютная свобода как слова так и выезда за рубеж в благословенный запад и вот это действительно было массовым настроением в головах людей того времени не у всех многие понимали что что-то идет не туда партия заводит не туда но привычка верить партии она существовала и это было неизбежное зло с которым в общем-то очень трудно было бороться в этой ситуации все наверное бы закончилось хорошо если бы не руководство РСФСР дело в том что на уровне советского союза уже вот с началом эпохи гласности через всевозможные неформальные клубы и общественные организации стала складываться вот эта вот яростная демократическая оппозиция в лице там Новодворской в лице таких персонажей как историк Юрий Афанасьев экономист Егор Гайдар Григорий Явлинский там такие люди как тот же Анатолий Чубайс будущий архитектор приватизации они тоже все тогда активно начинают действовать в нашем неформальном перестроечном политикуме вот некоторые из них до сих пор в этом неформальном политикуме действует один из людей которые в эпоху перестройки участвовал в создании вот этих вот общественных организаций в поддержку перестройки из которых потом наша демократическая оппозиция выросла был например Борис Юлевич Кагарлицкий нынче известный левый блогер и владелец замечательного кота вот наши бывшие диссиденты наши яростные демократы из числа в основном гуманитарной и технической интеллигенции наши деятели культуры объединяются в борьбе за демократию очень быстро превращается в борьбу с коммунизмом в борьбу с КПСС и если на уровне союзных органов власти Горбачеву удавалось удерживать более или менее за собой какое-то вот такое влияние и откровенные демократы к власти не приходили на уровне всего СССР то на уровне отдельных республик эту борьбу Горбачев проигрывал и практически во всех республиках к власти пришли бывшие партийные функционеры так или иначе перековавшиеся таким партийным функционером перековавшимся в РСФСР стал Борис Николаевич Ельцин демократическая оппозиция сумела выиграть выборы на съезд народных депутатов РСФСР не СССР а РСФСР сумела сформировать практически лояльный себе Верховный Совет РСФСР и 12 июня 1990 года тоже заявила о суверенитете РСФСР в составе Советского Союза к этому моменту руководителем Верховного Совета РСФСР был уже избран Борис Николаевич Ельцин был человек которого Горбачев поднял по сути дела вытащил из Свердловска нынешнего Екатеринбурга откуда я сейчас сижу и вещаю стыдно кстати за родной город вот его подняли на высокий пост он стал кандидатом в члены политбюро он стал руководителем Московского горкома партии но видимо политическое чутье ему подсказало что надо резко уходить в оппозицию Ельцин был гораздо более яростным перестройщиком чем Горбачев критиковал консерваторов в партии заувалированно критиковала самого Горбачева за недостаточно быстрые темпы перестройки естественно такая критика была воспринята Горбачевым и руководством партии не очень позитивно и Ельцина задвинули снялись с высоких постов передвинули на посты малозначимые для него специально учредили такой любопытный пост заместителя руководителя госстроя СССР но тем самым создали Борису Николаевичу через год 12 июня ровно в этот же день который у нас сегодня называется День России а при Ельцине назывался День Независимости России Борис Николаевич организует выборы выборы на которых его выбирают президентом РСФСР чуть раньше президентом СССР стал Михаил Сергеевич Горбачев на съезде народных депутатов СССР первый из которых состоялся в 1989 а потом их было еще несколько Горбачев понимает что вот этот новосозданный орган съезд народных депутатов который заменил ранее существовавшие советские органы власти он обладает достаточно мощной силой тем более если его хорошо подсвечивать в прессе и как результат мы имеем вот это вот самую новую власть если раньше Верховный Совет СССР в основном выполнял декоративные функции основные решения принимались в ЦК КПСС то теперь не так теперь у нас большую роль играет Верховный Совет Советского Союза избираемый на съезде народных депутатов и на этом третьем съезде народных депутатов Горбачева в 1990 году избирают президентом СССР первым и единственным и вот тут два медведя в одной берлоге сидеть не могли Ельцин президент Горбачев президент у обоих амбиции выше крыши они неизбежно должны были схлестнуться и они схлестнулись началась война законов между РСФСР и СССР и Ельцин взял курс на выход РСФСР из состава Советского Союза но вы сами можете предположить что такое Советский Союз без РСФСР это естественно нереальное образование но Борис Николаевич под лозунгом берите суверенитета сколько хотите активно поддерживает всех сепаратистов во всех республиках Советского Союза и требует пересмотра союзного договора к этому моменту и сам Михаил Сергеевич Горбачев уже видимо пришел к мысли что с Советским Союзом надо заканчивать правда надо было закончить как-то красиво и в результате в марте 1991 года у нас проводится референдум в марте 1991 года советским гражданам большинство из которых никакого естественно развала СССР не хотела демократии хотели полных полок магазинов хотели свободы слова хотели кино перестроечное там где теперь секс и насилие показывают смотреть в кинотеатрах хотели а вот развала Советского Союза не хотели гражданам Советского Союза было предложено высказаться хотим ли мы сохранить СССР или нет на этом референдуме 17 марта 1991 года явка составила 80 с лишним процентов за проголосовала 77 с лишним процентов то есть большинство населения да 113 с половиной миллионов из 185 с половиной которые имели право голосовать да были внесены списки избирателей 113 с половиной миллионов проголосовали за сохранение Советского Союза но тут надо сказать что наши руководители что Ельцин что Горбачев были достаточно хитрыми товарищами люди то думали что они голосуют за сохранение СССР а сам вопрос вот в этом бюллетене звучал очень хитро знаете так вот с использованием политтехнологии люди голосовали по вопросу считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности люди думали что они голосуют за Советский Союз а на самом деле они голосовали за какую-то федерация равноправных суверенных республик и вот это дало Горбачеву большие карты в руки после референдума он начинает так называемый Новоогаревский процесс это процесс подписания нового союзного договора в результате вот этого Новоогаревского процесса в Новом Огареве в резиденции Горбачев ведет переговоры с руководителями большинства республик в этом процессе не принимали участие пять республик Советского Союза которые точнее нет шесть республик прошу прощения три республики Прибалтики Латвия Литва Эстония они уже заявили о своей независимости ни в какой даже обновленный союз естественно не хотели это Молдавия где в это время к власти пришли прорумынские настроенные товарищи которые рассуждали что Молдавия церковь и Грузия с Арменией Грузия с Арменией тоже от проведения референдума по сохранению СССР и от участия в разработке союзного договора тоже отказались остальные девять республик начинают вот эти переговоры Горбачев беседует с президентами очень много спорят очень много дискутируют главный вопрос конечно же деньги о том куда и какую часть налогов отправлять и в конце концов приходят к некоему проекту союзного договора который должен был быть подписан руководителями и верховными советами ратифицирован верховными советами вот этих вот суверенных республик если бы этот договор был подписан советского союза в той форме в которой он существовал уже не должно было быть более того даже государство должно было называться теперь по-новому теперь вместо аббревиатуры СССР по этому договоренностям достигнутым Горбачевым предполагалось ввести название ССГ союз суверенных государств заметьте даже слово советское из этого названия вылетело в общем то такая шулерская игра была и вот эта шулерская игра тем не менее не очень устраивал Борис Николаевича Ельцина который в общем то понимал что если такой союзный договор будет подписан то он как президент России все равно будет несколько на вторых ролях по отношению к президенту всего ССГ которым должен был оставаться Горбачев а вот дальше уже непонятно что Ельцин конечно на вторых ролях собирался оставаться и вот здесь вроде как во всем договорились вроде как решили подписывать Горбачев выдыхает и улетает на отдых в Крым в Форос август 1991 года предполагалось что подписывать договор начнут его будут подписывать в несколько этапов разные республики одна за другой первая процедура подписания была назначена на 20 августа 1991 года но 20 августа ничего не состоялось потому что раньше 19 августа на день раньше вся страна услышала чарующие звуки лебединого озера по радио и по телевидению в этот славный понедельник 19 августа 1991 года был понедельник и вот так же как в некоторых ранних стримах на канале Вектор да вместо информационных передач в телевизоре показывали лебединое озеро у советского человека той эпохи было четкое понимание если показывают лебединое озеро значит что-то произошло либо очередной генсек скончался либо еще что-нибудь но тем не менее ничего хорошего это не предвещало а дальше пошли информационные сообщения о том что президент россии ой прошу прощения президент советского союза Михаил Сергеевич Горбачев по состоянию здоровья не способен выполнять свои обязанности полномочия президента переходят к вице-президенту Янаеву власть в стране берет в свои руки государственный комитет по чрезвычайному положению в составе восьми человек в состав этого ГКЧП входят вице-президент СССР Янаев глава правительства премьер-министр СССР Павлов председатель КГБ комитета государственной безопасности Крючков министр внутренних дел СССР то есть главный по милиции Пуга министр обороны то есть главный по армии Язов первый заместитель председателя совета обороны СССР Бакланов и еще два человека председатель крестьянского союза СССР стародукцев и президент ассоциации государственных предприятий СССР Тизяков ну вот два последних персонажа такие ну что называется для полноты картины взятые люди основная роль конечно у кого вице-президент премьер-министр и руководители силовых органов вот они должны были взять власть ввести в стране чрезвычайное положение и предотвратить развал СССР в том обращении которое ГКЧП отправляет к советским людям звучат очень такие серьезные слова что страна в жесточайшем кризисе что экономика рушится что Советский Союз распадается и если не принять каких-то чрезвычайных мер то Советский Союз распадется и вот тут начинается этот самый августовский путь августовский государственный переворот как его назвали демократические средства массовой информации начинается три дня ГКЧП 19 20 и 21 августа 1991 вот знаете бывают в истории различные государственные перевороты удачные неудачные в истории России вот таких переворотов было много всяких разных но ГКЧП это на мой взгляд самый нелепый и самый бездарно организованный государственный переворот который только можно придумать сравниться с ним по уровню нелепости может быть только восстание на сенатской площади декабристов что сделали декабристы как это показано в фильме союз спасения вышли и ничего не делали и стояли чего-то ждали здесь то же самое ГКЧП заявляет о том что он берет власть и фактически не принимает властных решений дает возможность организоваться всем своим противникам Ельцин прибывает в здании которое называлось тогда в просторечии Белым домом сегодня насколько я знаю это здание правительства Российской Федерации а тогда там располагался Верховный Совет РСФСР и вот в этом здании Верховного Совета РСФСР в Белом доме Борис Николаевич Ельцин обращается ко всем с призывом противодействовать этому самому ГКЧП тут же демократическая общественность в большом количестве стекается к этому центру сопротивления в город входят воинские подразделения входят танки входят внутренние войска знаменитые это Таманская Кантемировская дивизии три воздушно-дизантных дивизии тоже вводят свои войска в Москву но никаких решительных действий с противниками ГКЧП эти введенные войска не предпринимают а народ начинает бросаться под танки народ начинает эти танки останавливать по призыву Ельцина произошедшая 19 августа пресс-конференция членов ГКЧП ничего не прояснила потому что ничего вот на этой конференции разумного руководители вот этого самого переворота не сказали выглядели кстати очень плохо такие знаете серые лица трясущиеся руки все это очень таким крупным планом показывалось неуверенность в глазах вот и все это показывалось по центральному телевидению дальше в ночь с 20 на 21 августа ожидали штурма штурма не произошло приказ о штурме не был отдан вокруг белого дома были построены баррикады там подготовились к обороне ждали штурма штурма нет а 22 утром члены ГКЧП садятся в самолет и отправляются в Крым в Фарос там где на даче был блокирован Михаил Сергеевич Горбачев и Михаил Сергеевич Горбачев возвращается обратно правда возвращается не с этими членами ГКЧП которые его освободили а с делегацией которые к нему направил Борис Николаевич Ельцин в общем то уже 22 числа стало понятно что войска выходят из Москвы что путь провалился что ничего не удалось и вот здесь возникает вопрос да о том что это было мы вот сейчас в течение почти 50 минут этим пунктиром попытались пройти по всем этим событиям теперь давайте озвучу некоторые такие версии по поводу вот этого самого ГКЧП да и на некоторых моментах может быть остановлюсь подробнее что это было значит первая версия естественно была озвучена тут же нашими демократическими журналистами всех разных оттенков и до сих пор демократическими журналистами разных оттенков поддерживается это был государственный переворот который учинили консерваторы из числа ЦК КПСС из коммунистической партии то есть вот эти вот коммунистические консерваторы кросконы если можно так сказать выступившие против перестройки против Горбачева и против Ельцина как символа демократии но поскольку они кросконы бездарны до невозможности путч естественно провалился тем более что вся демократическая общественность вышла на улицы защищать демократию и потом кстати еще будут даже раздавать такие специальные медали защитникам белого дома защитникам демократии а три человека которые во время этих событий погибли были удостоены звания герой России первые три героя России три человека погибших в эти августовские дни вообще там всего погибших за все эти три дня было ровно три человека вторая версия говорит о том что если это и был заговор то направлен он был в первую очередь против против сепаратистов против Ельцина против демократии и Горбачев в этом заговоре принимал достаточно активное участие здесь надо сказать что члены ГКЧП это не только вот эти восемь человек их поддерживали и другие персонажи скажем председатель Верховного Совета СССР ну то есть фактически второй человек после президента в стране Анатолий Лукьянов тоже поддерживал ГКЧП поддерживал ГКЧП один из секретарей ЦК КПСС Олег Шенин да поддерживали ГКЧП заместители министра обороны маршала Хромеев и генерал Варенников ГКЧП и вот эти люди предварительно перед тем как собственно 19 августа объявить о том что власть в стране берет ГКЧП съездили к Горбачеву побеседовали с Горбачевым и судя по их мемуарам Горбачев сказал черт с вами делайте что хотите эти люди пытались Горбачева сподвигнуть на введение чрезвычайного положения в стране но Михаил Сергеевич Горбачев будучи информирован что путь состоится да он тем не менее лично его возглавить не решился говорят что это был такой хитрый политический ход мне приходилось читать такую любопытную версию о том что у Михаила Сергеевича Горбачева были такие два конных плана если ГКЧП с которым он договорился согласно этой версии побеждает то Горбачев возвращается в Москву на красном коммунистическом коне как спаситель Советского Союза если же не дай бог ГКЧП проиграет то Горбачев может от этого ГКЧП откреститься он их в прямом эфире назовет нецензурно да людьми нетрадиционной сексуальной ориентации сознательно или не сознательно или просто не успели но это не запикали в телепрограмме и весь народ узнал да как у нас умеет выражаться Михаил Сергеевич вот если победит демократия ГКЧП проиграет Горбачев возвращается как жертва этих самых путчистов и заговорщиков на белом коне да то есть в любом случае он оставался выигрыша согласно вот этой версии третья версия говорит о том что в советском руководстве была не только вот прогнившая вот эта верхушка люди которые были готовы все сдать ради возможности получить собственность да ради собственной власти готовые сдать социализм коммунизм и так далее нет были честные коммунисты понимавшие что советский союз надо спасать они попытались это сделать ГЧП это последняя попытка вот это сделать но в силу того что процесс зашел слишком далеко и в силу того что они как гуманисты не желали проливать кровь в массовом порядке да они не решились вот справиться с сопротивлением этому самому ГЧП вынуждены были уступить те кто из либерального лагеря разделяет эту позицию да о том что ГЧП это попытка спасти Советский Союз они говорят о том что коммунисты они вообще как бы бездарные да и даже государственный переворот не могут как следует организовать вот любят здесь цитировать Салтыкова Щедрина да у него есть такое произведение медведь на воеводстве там про этого медведя говорят от него кровопролитиев ждали а он чижика съел вот здесь точно так же ждали кровопролитиев но эти коммуняки даже на кровопролитие не способны поэтому ну господи все и проиграли ну и наконец четвертая версия которая сегодня существует эта версия достаточно конспирологически выглядит особенно по началу да ну известно что конспирологи во всем видят заговор мировых тайных сил спецслужб и тайную политику и в данном случае тоже версия четвертая говорит о том что наш комитет государственной безопасности который возглавлял на тот момент Горбачевский выдвиженец Крючков специально провернул вот эту операцию с опереточным переворотом чтобы легитимизировать чтобы обеспечить поддержку в общественном сознании перехода власти от невнятного Михаила Сергеевича Горбачева к решительному Борису Николаевичу Ельцину и если внимательно посмотреть на то что происходило сразу переворот после переворота если внимательно почитать все мемуары которые были написаны участниками этих событий как справа так и слева если посмотреть на то в конце концов кто у нас сейчас у власти выходцы из каких структур у нас сейчас у власти то есть предположение что эта версия не такая конспирологическая вот и вот здесь вот наверное стоит к этой версии присмотреться посерьезнее дело в том что ГКЧПисты в ходе своего переворота они совершили все возможные ошибки если это считать ошибками да вот чрезвычайное положение было объявлено но официально реально в течение первых дней ГКЧП девятнадцатого и начала двадцатого числа оно реально не вводилось даже в самой Москве не говоря уже про другие города и когда девятнадцатого числа вся страна замерзла девятнадцатого августа в ожидании что будет ждали то реально кровопролития если что то к двадцатому стало уже понятно что никаких реальных действий нет и можно вываливаться на улице и устраивать массовые митинги никто эти массовые митинги разгонять ни дубинками ни ОМОНом ничем не будет войска должны были входить в другие крупные города предполагалось вводить войска в Свердловск в Ленинград в Киев в Минск но ни в один из этих крупных городов войска введены не были почему почему этот приказ не был отдан если вы хотите справиться с сепаратистами да с людьми которые по вашему мнению разваливают страну наверное этих людей в ходе этого переворота надо арестовать тем не менее совершенно спокойно все лидеры демократической оппозиции все лидеры российского правительства которые уже к этому моменту совершенно очевидно взяла курс на развал СССР сам Борис Николаевич Ельцин не были не то что арестованы даже попытки арестовать их не было вот у Александра Коржакова который являлся тогда начальником охраны Ельцина и на фотографиях того периода как раз везде рядом с Борисом Ельцином стоит есть воспоминания такая книжка называется от заката до рассвета видимо смотрелся американских фильмов про вампиров именно что-то намекает вот и в этой книжке он конкретно говорит что подразделение Альфа получила приказ выдвинуться к резиденции президента СССР Ельцина в Архангельском и ждать ждать приказа на захват приказ на захват так и не поступил Ельцин спокойно вместе со всей своей командой со всем руководством РСФСР переезжает в Белый дом туда приезжают танки которые вместо того чтобы значит Ельцина брать в качестве арестованного становятся трибунами для выступления Бориса Николаевича и Ельцина то есть они подъезжают к Белому дому эти танки останавливаются там у Белого дома тогда их никто еще не смог остановить баррикады еще не настроили и вроде как переходят на сторону Бориса Николаевича известно что комитет государственной безопасности слушал все переговоры российских высокопоставленных чиновников и Ельцина и все его команды но почему-то наш комитет государственной безопасности эту информацию не воспользовался в общем если разбирать подробно шаг за шагом все события вот в этих дней то версия о том что среди ГКЧП были люди которые играли в пользу Ельцина становится все более и более вероятным в конце концов на сторону Ельцина совершенно откровенно переходят два из заместителей министра обороны нашего правительства в том числе и главнокомандующий воздушно-десантными войсками Павел Грачев человек который потом себя ярко проявит и в нашей политической жизни заслужит прозвище Паша Мерседес и станет одним из тех кто развяжет первую чеченскую войну естественно при Ельцине он станет министром обороны Российской Федерации уже на сторону Ельцина переходит заместитель командующего внутрими точнее не заместитель командующего а командующий внутренними войсками заместитель министра обороны Борис Громов внутренние войска это то что сегодня называется Росгвардия и эти люди тоже переходят на сторону Ельцина потом Громов за это у нас будет членом нашей Государственной Думы и губернатором Московской области в общем тоже неплохие посты при Ельцине и при Путине кстати тоже будет занимать вот может быть тогда получится что в составе ГКЧП заранее были люди которые были готовы разыграть этот спектакль ничего в реальности не сделать и все сдать вот если посмотреть на состав ГКЧП да вот на этих восемь человек Геннадий Янаев вице-президент СССР никаких реальных действий не предпринимал был очень нервен и постоянно старался со всеми советоваться премьер-министр СССР Валентин Павлов тяжело заболел буквально с самого момента объявления чрезвычайного положения уже 19 августа Валентин Павлов как он писал в своих мемуарах лег с гипертоническим кризом в больницу другие правда мемуаристы говорят что он просто не просыхал в этот период да его даже нет на знаменитой конференции телеконференции вот этого самого ГКЧП картинку из которой дизайнеры канала Вектор в качестве заставки для нынешнего стрима сделали вот там Павлова нет он в это время то ли болеет то ли адский пьян Крючков председатель КГБ человек который контролирует вообще все почему он не воспользовался вот этими своими возможностями непонятно Дмитрий Тимофеевич Язов министр обороны человек который возглавляет армию и два заместителя которого работают в этот момент на Ельцином был товарищ Язов готов к решительным действиям или нет черт его знает два последних персонажа стародубцев и тизяков они вообще не играют существенной роли можно сказать что вот реально как бы пытались что-то делать и по мемуарам это прослеживается реально настаивали на решительных мерах на аресте Ельцина на штурме Белого дома раз уж туда Ельцина пропустили на закрытии демократических средств массовой информации типа радиостанции эхо Москвы на разгоне демократических митингов только два человека министр внутренних дел Борис Карлович Пуга и Олег Бакланов заместитель председателя совета обороны СССР и секретарь центрального комитета партии не случайно потом Пуга будет единственным из членов ГКЧП который по официальной версии застрелился сказав своему сыну такие слова нас предали это была игра и мы проиграли нас очень дешево купили еще более дешево продали вот в воспоминаниях сына Пуга это есть да ну а тогда над человеком с этой фамилией министра внутренних дел много смеялись даже возникла такая переделочка вот любители Лермонтова переделывали Бородино и говорили забил заряд я в тушку Пуга играя словами да хотя на самом деле Пуга застрелился сам конечно единственный из всех вот этих вот любопытна судьба членов ГКЧП после того как все закончилось естественно они были арестованы сняты со своих должностей отправлены в тюрьму но очень быстро не прошло и нескольких лет они были все амнистированы по решению государственной думы СССР в девяносто третьем году их всех точнее по решению тогда еще съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета они все были амнистированы и дело против них было прекращено любопытно что один единственный из тех кто был арестован по делу ГКЧП заместитель министра обороны генерал Варенников отказался эту амнистию принять и потребовал суда и суд его оправдал в том что его обвиняли в государственном перевороте суд его в этом оправдал сказав что действия генерала Варенникова были предприняты по прямому распоряжению руководителя тогдашнего руководителя СССР руководителя государства Горбачева и поэтому судить за попытку государственного переворота и узурпации власти конечно же Варенникова нельзя он добился полного оправдания надо сказать что не только члены ГКЧП 8 человек были арестованы были арестованы и многие другие сочувствовавшие и участвовавшие так или иначе в этих событиях люди но с них всех обвинения сняли а после того как Горбачев вернулся никто ему уже власть не возвращал Ельцин делиться властью не собирался Ельцин написал целый ряд указов которыми в его президентская власть переводились объекты союзного назначения находящиеся на территории России средства массовой информации комитет государственной безопасности МВД армия то есть все вот эти вот части которые находились на территории России переводились указами Ельцина под контроль российского то есть проельцинского руководства Горбачев приехал а он уже ничем не руководил Ельцин при помощи Горбачева наносит последний удар партии сначала 24 августа на следующий день после своего возвращения Михаил Сергеевич Горбачев заявляет заявляет о своей отставке с поста генерального секретаря ЦК КПСС и рекомендует рекомендует коммунистической партии ее руководящим органам самораспуститься но еще днем раньше 23 августа 91 года Ельцин издает очередной свой указ о приостановлении действий КПСС и КПРФ КПРФ тогда уже возникла точнее называлась коммунистическая партия РСФСР на территории Российской Федерации то есть на большей территории Советского Союза на территории РСФСР деятельность этих партий была приостановлена а потом в ноябре 91 года вообще запрещена потом Конституционный суд объявит этот запрет несоответствующим Конституции и наши коммунисты во главе с Геннадием Андреевичем Дзюгановым восстановят нынешнюю КПРФ да вполне легальные законы но тогда никто вот этой законностью не заморачивался Ельцин клепал указы веселее чем бешеный принтер да вот и каждым этим указом он вырывал у Горбачева все больше и большую часть власти в конце концов отобрал у Горбачева его собственный кабинет в Кремле была как это сказать экспроприирована то есть указом президента переведена в собственность российской федерации вся собственность ЦК КПСС и КПСС на территории России то есть все здания все объекты недвижимости все материальные ценности все архивы все средства массовой информации все это было передано в руки Бориса Николаевича Ельцина и российского руководства тогдашнего ну а потом Горбачев который шаг за шагом постепенно терял всю свою власть в декабре 1991 года уже после подписания Ельциным Кравчуком и Шушкевичем Беловежских соглашений грустно со слезой на глазах объявит всем гражданам Советского Союза по телевидению 25 декабря 1991 года что он слагает в себя полномочия президент СССР потому что такой страны больше нет и вот здесь и вот здесь становится ясно что Великая эпоха закончилась и Советский Союз действительно развалили попытки воссоединить его не было закончить вот свою такую монологическую часть и перейти к ответам на вопрос я бы хотел большим таким замечанием вы знаете я человек который тогда уже был в сознательном возрасте и все это видел своими глазами и перестройку и гласность и ГКЧП и потом последующие события тоже очень многие видел вот вот мне сейчас вот чем больше я живу да чем старше я становлюсь более стыдно мне становится за самого себя я начинаю испытывать комплекс вины за то что тогда я мои родители мои друзья оказались тупоголовыми идиотами которые не смогли свою страну защитить но с другой стороны я четко понимаю как историк что митинги в защиту советского союза были и они были массовыми большинство граждан советского союза развала не желала но организующей направляющей силы которая могла бы объединить и направить всех тех кто желает сохранить советский союз на тот момент не было и говорить о том что советский союз развалил ельцин сотоварищи нельзя без того чтобы не сказать горбачев ему это всячески способствовал и если бы не ельцин то советский союз развалил бы горбачев точно так же став президентом вот этого самого ССГ к сожалению выдвинувших вот этих вот лидеров структуры силы партийная бюрократия выдвинувшая горбачева и последовавшая за ним да и демократическая оппозиция многие из которых были просто перекрасившимися партийными номенклатурщиками выдвинувшие ельцина да вот эти силы были организованы а те кто хотел сохранить социализм и советский союз их было много но они были дезорганизованы и пока вот не будет вот этой руководящей направляющей силы которая сможет направить движение людей многих людей энергию масс в одном направлении для достижения своей цели успех невозможен вот на этом я пожалуй закончу свой монолог если есть вопросы с удовольствием спасибо большое товарищи задавайте пожалуйста ваши вопросы в чат обязательно делайте пометку собачка вектор дальше вопрос большими буквами и непосредственно сам вопрос не обязательно большими буквами первый вопрос вопрос гостю есть ли в истории успешные методы борьбы с карьеристами в политических организациях или этого не избежать карьеризм на сам по себе это неплохо да начнем с того что карьеризм может быть разным человек может делать карьеру и искренне да делать карьеру считая что он способен принести много пользы и эту пользу приносить если он болеет за идею а не рассматривает карьеру как средство достижения собственного благополучия я думаю что в истории есть случаи которые показывают что вот с этой нездоровой тенденцией карьеризма бороться можно скажем в том же советском союзе в двадцатые тридцатые годы регулярно проходили партийные чистки когда из партии вычищались те кто как раз вот впал в этот самый грех карьеризма да кто личные интересы начинал ставить выше общественно но потом к сожалению это закончилось и это дало возможность сформировать вот этот вот номенклатурный слой который постепенно превращался в относительно замкнутую касту разлагался и как результат сыграл определяющую роль в крушении социализма в СССР благодарю вопрос с чем связана такая слабая мотивация Горбачева нормально руководить страной ну тут есть два варианта либо он просто слабый политик либо он хитрый мерзавец я думаю что эти два момента сочетаются чем больше я читаю о том что делал Горбачев из разных источников из мемуарных источников из источников точнее из историографии из публицистики того времени у меня складывается ощущение что Горбачев тихой сапой двигался к своей цели целью его было установление капитализма да а значит разрушение советской политической системы и в этом смысле он своего добился другое дело что я так понимаю что он видел такую знаете не коммунистическую а социал демократическую страну аля ну какую-нибудь веймарскую германию с таким добропорядочным бюргерским капитализмом с кооператорами с прочими вещами и с собой во главе в качестве демократически избранного президента но нашлись люди которые хотели личной власти и корону на голове больше чем горбачев и вот в этой схватке бульдогов под ковром социал-демократ горбачев проиграл яростному либералу ельцину спасибо что думаете о смерти охрома его охроме охране его это вообще очень мутная история потому что сразу же после гкчп в течение буквально первого месяца в советском союзе происходит несколько странных смертей умирает точнее погибает борис карлович пугов единственный из членов гкчп который погиб да по официальной версии он застрелился при этом сначала застрелил собственную жену но есть подозрение что если внимательно посмотреть вот все сведения об этом они кстати не все до сих пор рассекрещены есть много вопросов а почему так они не иначе и не было ли это не самоубийством а чем-то другим точно так же самоубийство совершает маршал охромеев заместитель министра обороны маршала язова второй человек практически в нашей армии который в общем то был сторонником советского союза охромеев закончил покончил с собой по официальной версии покончил с собой в своем собственном кабинете но там опять же тоже есть ряд вопросов почему-то с балкона своей квартиры на пятом этаже выпрыгивает еще один человек который руководил одним из главных отделов главных отделов ЦК КПСС Кручина вот человек который ответственен был за материальные средства Центрального комитета партии он почему-то выпрыгивает с пятого этажа причем его предшественник который руководил этим этим отделом ранее в начале восьмидесятых тоже тут же из окна выпрыгивает а потом выпрыгивает их заместитель вот почему они все прыгать начали тоже непонятно с учетом того что действительно как бы золотые запасы Советского Союза за перестройку сократились в десять с лишним раз с двух с половиной тысяч тонн до двухсот пятидесяти тонн и что разговоры о золоте партии регулярно подымаются возникает вопрос может быть эти люди ну как бы вот не были жертвами самоубийств а были убраны в том числе и спецслужбами и самоубийства просто были инсценированы поскольку много слишком знали или на что-то могли повлиять тут есть поле для конспирологических версий у меня недостаточно данных чтобы я мог с определенностью сказать убили пуга или охромеева или кручину или нет вот я могу просто озвучить версии спасибо пожалуй вопрос что вы можете сказать как историк о деле Тухачевского было ли оно сфабриковано дело Тухачевского дело очень сложное потому что с одной стороны да оно действительно было сфабриковано главным аргументом против Михаила Николаевича Тухачевского в тридцать седьмом году в заговоре военном были военных были так называемые документы Бениша которые через чехословацкого президента были переданы советскому руководству и часть этих документов действительно были предоставлены германской разведкой и тут можно сказать что действительно германская разведка абвер насколько я помню то ли абвер то ли наоборот контрразведка гестапо точно сейчас не скажу вот какая конкретно спецслужба но германские спецслужбы предоставили эти документы советскому руководству чехословацкого президента чтобы видимо чтобы для того чтобы это сыграло свою роль но все что я знаю о заговоре маршала Тухачевского все что я по этому вопросу изучал говорит о том что заговор был реальным и немцы просто дали доказательства вот этого реального заговора который существовал среди наших военных которые в общем то мнили себя наполеонами и я считаю что если бы там Тухачевского Якира Гомарника Убаревича Путну и этих вот прочих товарищей не арестовали тогда в 37 да скорее всего попытка государственного переворота могла бы состояться не факт что она бы получилась потому что их успели снять с их высоких постов руководителей да и направить на менее значимые должности не факт бы что она получилась но вот заговор Тухачевского я верю и те документы которые я изучал по этому поводу те ту историографию которую я изучал она меня убедила в том что этот заговор реально был спасибо вопрос Горбачев говорит что он гордится своей деятельностью чем он гордится знаете Михаил Сергеевич Горбачев редкостная леса да он в течение всего постсоветского периода говорит разное и чем дальше от Советского Союза тем большим борцом с коммунистической диктатурой он становится да если там в середине 90-х он говорил что мы допустили ошибку да вот мы не смогли сохранить страну то теперь он говорит я сознательно действовал так какому Горбачеву верить да тому который сознательно говорит что он разрушал Советский Союз или тому кто говорит мы хотели но не смогли да хотели как лучше получилось как всегда это конечно уже после Горбачева фраза была сказана но тем не менее черт его знает повторюсь у меня складывается ощущение что Михаил Сергеевич Горбачев был настроен в своей деятельности был последователь в своей деятельности в разрушении Советского Союза может быть не в разрушении Советского Союза как геополитической реальности но вот в разрушении советской системы он был последователем спасибо какие были объективные причины появления антисоветских личностей значит но первая объективная причина заключается в том что у нас партия точнее не так партийная номенклатура высшего порядка превращается в достаточно замкнутую систему перестают работать социальные лифты это происходит в период брежневский и продолжается там вот вплоть до периода перестройки за вот эти там 25 лет да условно говоря даже можно отнести это к началу начала этого процесса еще в хрущевский период тут хоть иногда перетряхивал да тут то нет вот вот этот процесс это первое и сложился этот процесс не по злой воле каких-то конкретных личностей он сложился в связи с тем что вот это прослойка начала себя осознавать как некую корпорацию имеющую корпоративные не скажу классовые все-таки не классовые но корпоративные интересы и свои корпоративные интересы это прослойка стала защищать второй момент объективный да способствующий антисоветизму это излишнее увлечение материальной стороной строительства коммунизма что он заметно во времена Никита Сергеевича Хрущева он нам пообещал в 80-му году построить коммунизм точнее материально-техническую базу коммунизма который стал восприниматься как общество изобилия то есть мы всех сделаем жить богато у всех будут итальянские стенки югославские гарнитуры индийские там чаи американские джинсы у всех это будет но коммунизм это перестройка не только базиса это еще перестройка и надстройки да и общественного сознания общественное сознание перестраивается в системе воспитания и вот здесь происходит трагический разрыв как мне кажется в советском союзе потому что погоня за чисто материальным благосостоянием она приводит к тому что человек обуржуазивается и ведет себя как обуржуазившийся да и наша элита начинает себя вести буржуазно и с одной стороны у нас всех-то людей учат чему воспитывают в школах чему как строителей коммунистического светлого будущего но человек выходит из школы и видит что реально вот эти вот самые коммунисты и особенно их детки мажорики да они не за коммунизм они за джинсы за жвачку да они за власть и собственные привилегии за закрытые спецприемники и закрытые спецбольницы и нам втирают про равенство а в реальности равенство нет и вот этот разрыв у человека возникает естественный вопрос а что происходит да им возникают естественно антисоветские мысли вот и третья причина она как раз заключается в том что наша элита культурная элита наша политическая элита экономическая элита имела возможность в отличие от большинства советских людей видеть лучшие образцы западной жизни для них железного занавеса не было и они могли уехать дальше чем в болгарию на золотые пески в своих поездках и проезжая по сша по канаде по западной европе да франция великобритания германия отправляясь туда на стажировки они видели вот эту витрину капиталистического изобилия и для них капитализм да означал вот именно изобилие а потом они проезжают сюда в советский союз и видят что здесь такого изобилия нет у нас не 500 сортов колбасы у нас их 5 лучше конечно чем это буржуйское вкуснее но всего 5 да вот и куча других вот таких вот повседневных мелочей на которые у советского союза иногда не хватало ресурсов а иногда не хватало качество планирования вот компьютеров то не было и вот это наша элитка да она задается естественным вопросом может быть маркс энгельс ленин не так уж и правы когда говорят что коммунизм это светлое будущее он как капитализм загнивает да зато как вкусно пахнет и среди нашей элиты тоже вот эти вот антисоветские мысли владелись тем более что у них была власть у них была власть но не было собственности а на западе у тех у кого есть собственность у них тоже есть власть а у нас власть собственности обидно хочется класть еще немножечко и собственности в конце концов именно эти люди пойдут там заниматься приватизации спасибо так проясните пожалуйста географическую скоростку сил кто сидел в белом доме а кто его штурмовал я всегда думал что ГКЧП находились в белом доме а ельце стрелял по нему из танков здесь видимо налагаются друг на друга два события у нас было два переворота и два конфликта вокруг белого дома это август 1991 и октябрь 1993 вот по поводу событий октября 1993 я скоро у себя на канале выложу лекцию а уважаемый Клим Саныч Жуков давно уже у себя выложил хороший ролик про октябрь 1993 года так называется черный октябрь 1993 можно посмотреть это два разных процесса в 1991 в августе во время ГКЧП белый дом то есть здание нынешнего правительства российской федерации которое потом ельцин будет расстреливать из танков это было здание в котором ельцин со своими товарищами готовились держать оборону это был центр демократических либеральных буржуазных сил центр ГКЧП был в Кремле а вот в 1993 году когда уже ельцин был у власти там все поменялось и вот это здание где заседал верховный совет российской федерации то есть российский парламент это здание стало символом сопротивления ельцину во время конфликта между президентом российской федерации и парламентом российской федерации в октябре 1993 года и ельцин оказался круче всех ГКЧП в том смысле что у него как это сказать то кое-что было гораздо более стальным чем у Янаева Крючкова Ильязова он не только ввел войска в Москву но и своих оппонентов которые опять по привычке по традиции по образцу 91 года в 93 заперлись в Белом доме и окружили себя баррикадами он их расстрелял из танков вот так вот то есть тут два разных события в 93 уже ельцин сидел в Кремле а в Белом доме сидели его противники спасибо 12 июня декларация о суренитете РФ и день рождения Джорджа Буша Старшего случайное совпадение или подарок Ельцина? Черт его знает вот так глубоко не заглядывал но я абсолютно уверен что выборы президента Российской Федерации которые произошли ровно через год после дня объявления независимости были тоже не случайны да то есть Ельцин специально подгадал эту дату и когда Ельцин объявлял вот этот праздник День России официально заявлялось что мы празднуем декларацию суверенитета которую принял российский парламент в 90-м году но в реальности Ельцин и компания праздновали свою победу на первых президентских выборах которая в этот же самый день 12 июня произошла но что касается Джорджа Буша Старшего честно говоря я про это не знал это очень любопытно можно тут строить разные конспирологические теории спасибо за информацию спасибо вопрос какие у нас вообще есть шансы на становление хотя бы РСФСР пока такое ощущение что вся наша жизнь пройдет в Кружковщине в 1916 году если верить широко распространенной легенде Владимир Ильич Ленин говорил что до социалистической революции мы старики не доживем а потом случился 1917 поэтому я бы не зарекался вот тем более что мне кажется что вот это вот нарастающая сегодня напряженность нарастающий кризис нарастающие проблемы как внутри политические так и внешнеполитические они обязательно приведут к формированию настоящей революционной ситуации в стране и это дело не 50 70 100 лет это дело ну как бы ближайшие пятилетки если в этот ближайшую пятилетку будет своя РСДРП да а лучше конечно РКПБ вот если найдутся свои Ленин и Сталин если найдутся там Молотов Троцкий Зиновьев и Каменев да если найдутся вот те сначала 25 тысяч в феврале семнадцатого года а потом 250 тысяч в октябре семнадцатого года людей которые в эту партию войдут то тогда возможно мы увидим восстановление РСФСР еще при моей даже жизни вот по крайней мере я в это верю ну хочется спасибо вопрос вот вы только что говорили про то что немцы предоставили документы по делу Тухачевского то есть СССР сотрудничал с Рейхом нет нет немцы подсунули эти документы президенту Чехословакии Бенишу а президент Чехословакии Бениш по своим каналам эти документы переслал Советский Союз как добытые как добытые на территории Германии вот спасибо в тридцать седьмом году мы с немцами еще воевали в Испании на тот момент спасибо является ли удержание власти Сталина в своих руках первопричиной зарождения оппозиции советской системы нет не является не вижу связи к тому же вот сама вот эта формулировка удержание власти Сталина в своих руках при Сталине мы видим то что называется коллективное руководство если от перестроечных мантр отойти мы видим коллективное руководство страной да Сталин авторитетен вот но большинство решений он принимает не единолично так что я бы здесь не ставил знак равенства и причин наследственной связи не выводил бы спасибо кажется что Эстония Латвия и Литва вошли в СССР сравнительно недавно но как же Грузия Армения по каким причинам они решили отсоединиться ну с армянами ситуация следующая в это время разгорается конфликт вокруг Нагорного Карабаха и разгорается достаточно серьезно и армяне и азербайджанцы надеются на то что центральные как это сказать там центральные органы советские то есть Горбачев и его руководство поддержат их сторону в этом конфликте Горбачев пытается лавировать между армянах это выбесило раньше армяне раньше хлопнули кулаком по столу вместо тамошних коммунистов выбрали тамошних демократов и заявили о выходе из Советского Союза в Грузии в Грузии всегда достаточно сильны были националистические настроения вспомнить даже тех же самых грузинских меньшевиков да образца гражданской войны вот то естественно что там вот эти вот грузинские националисты очень активно митинговали выступали в том числе и против Советского Союза и против коммунистической партии на события в Грузии сильно повлияли разгон демонстрации в Тбилиси который был совершен при помощи армии и человеческими жертвами из-за давки там около 40 человек погибло во время разгона демонстрации в Тбилиси и вот такие вот кровавые разгоны которые на самом деле не сопровождались зачисткой вот этой верхушки националистов которые практиковал Горбачев у него несколько таких случаев было вводим войска либо внутренние войска либо просто армию всех пытаемся разогнать со стрельбой с кровищей но верхушку националистов и демократов вот таких вот в кавычках да демократов вот мы не арестовываем никого не наказываем кроме стрелочников и это естественно еще больше разжигает ненависть вот вот эти события в Тбилиси которые произошли они очень сильно стимулировали грузинский национализм под лозунгом смотрите что делают русские они приходят и нас убивают да вот это апрель 1989 года все после этого в Грузии националисты во главе с Гамсахурди получают подавляющее большинство как бы вот а с учетом того что Горбачев вообще перестал контролировать как-либо средства массовой информации то пудрить людям мозги было легко и просто спасибо оценить пожалуйста влияние закрытия артелей при Хрущеве на распад СССР сложно сказать с одной стороны Никита Сергеевич действовал вроде как бы в такой логике да все таки артель кооператив это такая своеобразная форма частной собственности на средства производства пускай и коллективной частной собственности частная собственность же бывает не только индивидуальная она же бывает и коллективной вот но с другой стороны да можно ли это воспринимать как частную собственность или надо ее воспринимать как собственность общественную Это теоретический вопрос, а в теории Никита Сергеевич был не силен. И полностью артели он не закрыл. Он, конечно, пытался колхозы переобразовывать в совхозы, но полностью колхозы у него уничтожены не были, а наши колхозы и были сельскохозяйственными артелями. А вот в городах кустари и артельщики – это да. И вот здесь, мне кажется, был негативный эффект. В чем? В том, что у нас в любом обществе все равно есть прослойка людей, которые имеют вот эти вот способности, что называется, предпринимательские. И вот эту энергию, которая у них есть, нужно в какое-то русло направлять. Направлять в рамках плановой экономики вот эти вот предпринимательские способности было достаточно сложно, а зачастую грозило статьями Уголовного кодекса РСФСР. А легальные возможности теперь люди были лишены и, как следствие, ушли в тень. Именно вот после вот этого закрытия артели у нас расцветает пышным цветом теневая экономика в формате производства. Не просто как бы криминалитет, бандюганы, которые там грабят и воруют, а цеховики, подпольные, значит, производители, которые там в подвалах из коммунистичных материалов шили джинсы. Вот. А потом продавали. Так что мне кажется, что все-таки это была ошибка. Спасибо. Вопрос. Что уважаемый спикер может сказать про второй коммунистический манифест Алексея Разладского, 1979 год? Ничего не может сказать, поскольку незнаком. Извините. Есть такая партия, как вопроса? Я тут не так давно общался с одним очень любопытным товарищем, посетил наш город Екатеринбург, один очень интересный человек родом с Украины. Мы с ним много разговаривали, у меня осталось ощущение, что если не есть, то в скором времени будет. По крайней мере, я преисполнен некоторого оптимизма после общения с этим товарищем. Кстати, мы с ним записали достаточно любопытное интервью, и, видимо, в течение ближайшего времени это интервью появится. Я думаю, что зрителям Вектора будет интересно это интервью с товарищем, который к нам заезжал. Ежов был завербован немецкой разведкой? Я не уверен, что немецкой. Но, может быть. В этом смысле, мне кажется, что, скажем... Ладно, сейчас сформулирую. Для того, чтобы четко ответить на этот вопрос, необходимо изучить большое количество исторических источников. Мы, точнее, не мы, а я, да, я этим вопросом плотно с изучением источников не занимался, в основном опираясь на историографию. И, скажем, те же самые показания самого Ежова смотрел весьма поверхностно. Но, скажем, тот же самый сайт ИСТМАТ выложил немалое количество документов по делу Ежова, с которыми имеет смысл ознакомиться, и с которыми, насколько я знаю, ознакомился уважаемый Реми Майслер. И Реми, излагая эту концепцию как концепцию того, что Ежов был действительно завербован, мне кажется убедительным. Я не готов вставить квартиру на то, что Реми прав. Но я для себя это допускаю. Там в публичном пространстве, я говорю с осторожностью, сам я считаю, что это так оно и есть. Вопрос. Мне один правый друг рассказал байку про Жукова, который взорвал ядерную бомбу и послал солдат практически практиковать штурм. Слышали о таком? Да, это на Тотском полигоне. Очень широко распространенная байка. Причем я ее слышал еще в 90-е годы. И потом ее известный наш такой псевдоисторик и изменник родины Резун, пишущий под псевдонимом Суворов, запоганил хорошую фамилию, в своей книжке про Жукова опубликовал эту байку. Насколько я знаю, тут как обычно в истории, все гораздо сложнее, чем вот такие простые байки. Взорвал бомбу и погнал солдат по зараженной местности в атаку. Нет, там есть большое количество нюансов, но сейчас я подробно об этом говорить не готов. А могут ли спецслужбы Китая помогать нам с революционной ситуацией? Или Китаю РФ выгоднее, чем РСФСР? Мне кажется, что спецслужбы в Китае нам очень сильно помогут с революционной ситуацией. Если наше нынешнее руководство в противостоянии между Китаем и США, которое у нас сегодня намечается, примет все-таки сторону США. И тут наши китайские братья могут нам помочь. Другой вопрос. У меня нет стопроцентной уверенности, что то, что сейчас строит Китай, это коммунизм. Повторюсь, то, что делает Китай, это очень похоже на успешный вариант НЭПа. Но НЭП, как и перестройка, как и Косыгинская реформа в Советском Союзе, это доказательство того, что социализм и капитализм в одной стране не уживаются. И рано или поздно один другого загрызет. Кто кого загрызет в Китае, я не поручусь. Если установить ту же РСФСР, как ей на этот раз выжить? Или прессовать будут сильнее? Или предположим ситуацию новой войны двух империй США и Китая? И воспользоваться дезорганизацией? Как выжить новой РСФСР? Типа, оказаться в ситуации третьего радующегося. Видите, у нас был такой период, когда Советскому Союзу удалось оказаться в положении третьего радующегося. Это период с 1 сентября 1939 по 22 июня 1941. Когда Гитлер схлестнулся с западными странами, а Советский Союз имел время для того, чтобы подготовиться к войне. Сможет ли современное руководство Российской Федерации занять такую позицию? Я, честно говоря, не уверен. Хотя Путин себя зарекомендовал как достаточно сильный деятель в области внешней политики. По внутренней там огромное количество вопросов. Но во внешней политике он действует достаточно вменяемо с точки зрения достижения своих интересов. Не достижения интересов всех россиян, на достижения интересов себя и своего класса. Поэтому тут я бы не исключал такую возможность. А вот может ли в такой ситуации оказаться возрожденный РСФСР? Я не знаю. Для этого РСФСР возродить надо. Мне кажется, что возрождение РСФСР может стать последствием вот этого глобального конфликта между Китаем и США, а не случится до того. Что думаете о попытке переворота в СССР 1975 года под командованием Василия Саблина? Ну какой же там переворот? Это, если я правильно помню, Саблин это был один из военно-морских офицеров, который попытался захватить корабль. Вот. Если я ошибаюсь, или это покушение на Брежнева было. Точно сейчас не помню. По-моему, все-таки это была попытка захватить корабль и уйти куда-нибудь в запредельные воды. Назвать это попыткой государственного переворота я бы не назвал. Это скорее действие такого вот диссидента-одиночки. По крайней мере, никакой структуры за Саблиным не стояло. А одиночки переворота не делают. Спасибо. Получается, что руководящие органы КГБ и их части уже были на стороне Ельцина во время ГКЧП. Очень на то похоже. По крайней мере, вот если взять, скажем, книгу того же Островского, он все-таки доктор исторических наук, а значит, обладает навыком работы с историческими источниками, он достаточно четко прослеживает то, что контакты между руководителем КГБ Крючковым и Ельциным существовали еще до того, как, собственно, вся эта история с ГКЧП произошла. И вот Островский выдвигает такую версию, что ГКЧП это на самом деле был успешный государственный переворот, которую под маской вот этой опереточной акции самого ГКЧП провернул Ельцин и его команда. Люди, которые в реальности, использовав всеобщее возмущение против путчистов, захватили власть в стране при поддержке вот этого самого комитета государственной безопасности. То есть вполне возможно, что эта версия имеет право на существование. Вот ведь действительно Ельцин после того, как ГКЧП был разгромлен, он буквально вот нахрапом берет власть, захватывает все, плюет на все существовавшие тогда законы. Когда надо, Борис Николаевич на законы плевал, вообще фамилию ни у кого не спрашивал. Берет власть и все. ГКЧП случился, и оказалось, что власть у Ельцина. Так кто здесь провернул государственный переворот? Какой инструмент победы революции октября 1917 года был у большевиков, кроме идеологии? Явно не количество штыков, это стратегическая организация борьбы и дезорганизация противника. Не соглашусь с вами. Явно количество штыков. Потому что с апреля 1917 по октябрь 1917 года большевики очень эффективно занимались агитацией и пропагандой. И когда надо было брать власть в октябре 1917 года, на стороне большевиков было подавляющее число в первую очередь солдат и матросов в Петрограде. То есть в центре, где совершалась революция. Петроградский гарнизон и матросы Балтийского флота были практически полностью большевизированы. И вот опираясь на вот эту силу, людей, которые были объяты большевистской агитацией, большевики и взяли власть. А дальше они сопровождали распространение своей власти по стране продолжением своей агитации и пропаганды, наращивая количество тех, кто был убежден в том, что коммунизм лучше, чем буржуйская власть помещиков и капиталистов. Так что не надо недооценивать силу идеологии. Когда идеология ложится на объективно созревшие материальные условия, это мощно. Идея, которой овладела массами, становится материальной силой. Что стало с Коминтерном? Почему он заглох? Он не заглох, он прекратил свое существование по решению советского руководства. Ну, поскольку он был и создан по решению советского руководства в 19-м году, в 43-м году, во время войны, по решению советского руководства Коминтерн был распущен. Почему? Потому что, во-первых, реальная свою задачу в условиях войны он выполнять не мог, то есть задача по систематическому распространению коммунистических идей и коммунистического влияния в мире. Он эту задачу выполнять не мог. С другой стороны, Сталину нужно было совершить некий такой, как бы сказать-то, символический акт в пользу наших союзников. Наши союзники США, Великобритания, Коминтерна боялись, как черт Ладана. И Сталин, распуская Коминтерн, как бы делал уступку союзникам, которые в ответ на это, на распуск Коминтерна, дали согласие на открытие Второго фронта. Именно там, где нам было нужно. Не в узенькой Италии, а серьезная высадка больших сил в Нормандии в 44-м году. То есть Сталин здесь пошел на уступки союзникам. А после того, как война закончилась, Коминтерн был восстановлен в формате Коминформа, Коммунистического информационного бюро, которое, правда, распустил Никита Сергеевич Хрущев, но он вообще очень многое распускал из того, что сделал Сталин. Какие учреждения будет в Ельцин-центре при советской власти? Музей Ельцин-центре? Ельцин-центре? Конечно. Экспозицию поменяем на исторически достоверную. Например, вот тот кусок экспозиции, который про Чеченскую войну достанем из маленького уголочка, где он спрятан, и развернем на полный зал. Вот. Это будет музей 90-х. С тварьками, с братками, с гиперинфляцией в 2500% в год, с демографическими потерями. И лозунг «Капитализм убивает». Спасибо. А может ли союз существовать в виде конфедерации, или стабильным могут быть только федеративные образования? Я думаю, что если бы Советский Союз существовал и дальше, то он бы становился все более и более конфедеративным. Более того, у нас ведь рано или поздно государство при коммунизме отомрет, поскольку станет ненужным. И вот этот процесс отмирания, он пойдет через децентрализацию. То есть от унитарного государства мы переходим к реальной федерации, от реальной федерации к конфедерации. Но только тогда, когда социализм и коммунизм победит во всем мире. Советский Союз так и действовал. Мы можем считать, что СЭФ, организация Варшавского договора, это и была вот та самая конфедерация. Союза Советских Социалистических Республик, который на конфедеративных началах присоединил к себе другие страны. Ну не присоединил к себе, а включил в орбиту социализма. Социализм разрастался как конфедерация. Разросся бы на весь мир и конфедерация бы тоже исчезла, потому что при коммунизме понятно, что государство не нужно. Нужно ли в новом РСФСР реабилитировать Сталина или Троцкого? А что у нас Сталина кто-то осудил, что его надо реабилитировать в юридическом смысле? Я этого не помню, если честно. Вот. Мне кажется, что сама история по этому поводу все акценты расставила. Пересменка после Брежнева в виде Чернинка и Андропова имела в себе какие-то попытки спасти СССР или это была просто внутренняя борьба за власть? Ну, я считаю так. Значит, Андропов был предтечей Горбачева и достаточно как бы сказать жесткими методами опираясь на КГБ как спецслужбу пришел к власти в 82-м году прямо скажем перепрыгнув через некоторых своих конкурентов. Вот. Но его подвело здоровье. Черненко на самом деле его воспринимают как такое возвращение к Брежневскому периоду. Но мне кажется, что там вот процессы запущенные Андроповым они потихонечку потихонечку продолжали двигаться. В первую очередь потому, что Андропов создал команду достаточно молодых и достаточно амбициозных партноменклатурщиков в том числе того же Горбачева, да, которые уже видели перестройку в Советском Союзе, а усталый и тяжело больной Черненко этому противостоять не мог в полной мере. Он только тормозил. Но вот реально бороться с этими перестройщиками он не смог и когда Черненко умер, эти перестройщики очень быстро продвинули Горбачева во власть. Хотя, скажем, кандидатура Гришина или Романова или Щербицкого многими воспринималась как более реальная, но тем не менее стал Горбачев. Вот. Который как сказать-то, при Черненко своих позиций приобретенных при Андропове не потерял. Но этого Черненко то ли мощи не хватило, то ли желания. Спасибо. Вопрос. Троцкизм по-вашему это оппортунизм или оппозиция? Троцкизм начинался как оппозиция закончился как оппортунизм. Вот так. То есть, когда Троцкий, условно говоря, был готов дискутировать, но принимать решения партии и выполнять их, да, это была оппозиция. Вот. когда Троцкий заявил о том, что нам плевать на решение партии, потому что все партия принимает решение неправильно, она переродилась, это стало оппортунизмом. Спасибо. И, наверное, завершающий вопрос. Что делать с молодежью под антикоммунистической пропагандой? Доказывать правоту на деле или как? Доказывать правоту на деле, показывать то, что происходит вокруг них и ждать, когда безжалостная рука рыночка их самих коснется. У меня есть примеры моих учеников, молодых людей, которые достаточно долго со мной общались и достаточно яростно со мной спорили, будучи либералами и даже националистами правого толка. Сейчас те, кто действительно пытался в этом разобраться, не просто ходил на уроки истории, а спорил, дискутировал, беседовал, практически все они очень сильно полевели, причем они это говорят так, вот один очень хорошая фраза, я говорю, пока в школе сидел, папа с мамой кормили, все нормально, был очень правым. После школы пошел, поработал наемным работникам, официантам в ресторан, очень хорошо почистились мозги. Спасибо, спасибо. Есть ли какое-то завершающее слово сегодня по ГКЧП или в целом? Ну, что касается завершающего слова, я опять же очень благодарен Илье Ярскому и команде канала Вектор за приглашение меня на очередной стрим, мне очень приятно к вам ходить, вот, и я надеюсь, что не последний раз встречаемся, а закончить я бы хотел, наверное, вот такой мыслью. Вот. Иногда кажется, что все бессмысленно, что враг победил и чего дергаться, надо уже смириться, сложить лапки и плыть по течению. Мне кажется, что даже в самых сложных ситуациях складывать лапки и плыть по течению можно, но неправильно, да, а если хочется, чтобы правильно, то надо делать то, что ты сам считаешь правильным и верным и то, что делает жизнь людей лучше, а не хуже. Не отдельно взятых людей в отдельно взятых мерседесах или особняках, а большинства людей. Вот. Им очень приятно то, что есть единомышленники, с которыми можно вот этими мыслями поделиться и которым можно чувствовать, что это наши люди. Спасибо вам за это, товарищи зрители, за ощущение того, что мы не одни. Спасибо огромное. Напоминаю, что в описании к данному ролику будет канал Алексея, а также плейлист о перестройке. Всем спасибо. Спасибо огромное Алексею за сегодняшнюю беседу. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин